Двигаться прямо к выбранной цели Преодолеть сопротивление Быть эффективным в делах и решениях Стать героем важной персоны Первый вопрос такой Когда и от кого вы узнали, что будете министром? Это интересно На самом деле Первый такой сигнал у меня был Когда мне позвонили Далеко, кстати, я был от Москвы Мне позвонили на Боровую А я в это время работал руководителем Росгеологии И в это время был в командировке Мы были с коллегами на Боровой Мне сообщили, что меня ищут в Белом доме Руководители И, соответственно, я сразу же попытался найти телефон, по которому мог бы ответить Этого не получилось Но потом все-таки я нашел и сообщил, что мне на самом деле добраться будет достаточно тяжело Потому что мы летели на Боровой на вертолете Мобильные там не принимают? В том месте не принимал Но потом я нашел место, с которого удалось связаться Такая была история своеобразная Я сообщил, что мне сложно будет оттуда прилететь Потому что, ну, вертолет улетел Снова должен был прилететь туда-обратно Но мне сказали, завтра тебя ждем А, нет, они мне сказали так Что сегодня вечером вы должны быть на месте На общении Я, соответственно, сообщил, что я не в Москве и не смогу присутствовать После некоторой паузы сказали, завтра Учитывая, что кроме вертолета нужно было еще лететь на самолете Ну, в общем, получилось так, что добирались ночью на машине Добрались до точки, откуда уже можно было лететь на самолете Ну, в второй половине дня следующего дня Мне удалось добраться уже до Москвы И там уже я получил такое предложение Но сначала мне сказали в Белом доме об этом Ведь к тому, что в детстве ведь мало кто из нас думает Вы знаете, не только в детстве Я вот уже взрослым был И то я не предполагал, что вот мне придется занимать это кресло Ну, до этого же я был и замминистром, и директором департамента Вот в родном министерстве И, конечно, ну, скажем так На тот момент я не ориентировался, что вот вдруг стану министром Мне хотелось решать те задачи, которые мне поручали, когда я занимал должности Как родные отреагировали? Ну, честно сказать, я их даже не спрашивал Радовались, не радовались Ну, исходя из того, что все понимают, что это дополнительная нагрузка Относительно того, чем я занимался до этого Более серьезные задачи, более ответственное место Хотя и когда замминистром я тоже занимался и недропользованием, и финансами, и многим другим И ответственность была достаточно высокая Вот, но все равно, конечно, когда ты занимаешься всеми природными ресурсами И занимаешь пост министра, фактически, ответственность вообще за весь блок в стране Ну, здесь больше нагрузки И, конечно, ну, взгрустнули немножко Сейчас взгрустнули? Ну, по крайней мере, жена мне сказала, что теперь ты вообще дома не будешь Ну, я и раньше не особо бывал дома, а теперь, конечно, еще меньше приходится общаться с родными, с детьми Ну, а когда вы были ребенком, вы же все себя кем-то представляли? О чем вы мечтали? Ну, не министром, точно Я вот думаю, что там У меня были совсем другие планы на свою жизнь Единственное, конечно, в какой-то мере близкие были у меня интересы Потому что я же все-таки учился в нефти и газы и поступил туда Это уже сейчас мы про студенческую говорим Это, на самом деле, я и планировал поступать в нефти и газы То есть у меня как-то это было, ну, скажем так, семейным У меня и мой дед горняк был, и сестра у меня заканчивала По какой линии? Что? По какой линии? По матерински Вот, и сестра у меня заканчивала в нефти и газы Поэтому, когда я выбирал, в какое направление двигаться Я выбрал именно этот вуз губкинский И единственное, что меня, конечно, интересовало Ну, на тот момент это были 80-е годы Робототехника, море, шельф, романтика Ну, вот на тот момент это вот как раз мой и был выбор Что я хотел заниматься какими-то новыми направлениями И желательно на море Вот как-то вот все это склеилось И потом я в компаниях, когда работал Меня всегда именно к этому направлению тянуло И когда министерство шло, я понимал, что здесь удастся работать И в этом направлении, я имею в виду и на море, и на суше Вот, и в том числе используя какие-то новации, инновации и так далее То есть, в принципе, если говорить о том, что задумывалось в детстве, в юношестве Ну, где-то я даже эти задумки удалось выполнить А у вас двое, да, у родителей? Да, у меня еще старшая сестра Старшая сестра, чем она занимается сейчас? Ну, раньше она занимала... Она вообще закончила прикладную математику Соответственно, работала в институтах Сейчас она уже в институтах не работает И больше занимается домашними делами Племянники? Есть тоже Ну, двое Если не говорить еще, что у меня по... это по линии сестры Двое родных племянников Есть, конечно, еще двоюродные Их больше Ну, вот... И у вас трое сыновей И трое сыновей, да Дружат они с своими двоюродными? Конечно, слава Почему, конечно, по-разному бывает Ну, я вот не представляю, как можно было бы вот в семье как-то вот не дружить Мы всегда и в своей... и когда, так сказать, был моложе, мы дружили И по-старшему мы остаемся друзьями с моими родными, братьями, сестрами А сестру как зовут? Аня Аня А вот Анна Ефимовна, она на сколько у вас старше? На пять лет И вот она вами занималась, когда вы были школьником? Конечно, конечно Практически с дошкольного возраста Она все время была у меня таким ориентиром Потому что она всегда была отличницей Красным дипломом заканчивалась Когда была первой во всех общественных мероприятиях И в школе она там всеми заведовала Поэтому в этом плане она всегда была таким ориентиром А родители у вас идеальные? Какие-то ошибки, как вы считаете, сейчас ретроспективно оценивая Они совершили воспитание? Мне кажется, в воспитании именно В воспитании, да, точно Мне много чего не хватает Какого рода? У меня все-таки родители больше были инженерной специальности И учитывая, что мне все время с детства тянуло К направлению музыкальному, наверное Вот чего не удалось Вот выбор живы-то откуда? Да, вы даже знаете Что не удалось в детстве Я компенсирую сейчас на своих детях Да, у вас все-все трое играют на разных инструментах Играют, и даже в интернете есть Если кто захочет, может посмотреть На разных инструментах Рояль, скрипка Ну вот в основном эти направления Чуть поподробнее о мальчиках Как их зовут, какая разница в возрасте Ну, скажем так У меня они все Говорят по годке А у меня получается по два года То есть старшему Даниилу сейчас будет 13 лет 11 лет Дмитрию среднему И Илье уже 9 лет Соответственно, все они между собой дружат Хотя периодически, конечно, в доме слышен такой боевой клич Мальчики Мальчики все правильно Мы вместе с ними спортом занимаемся Поэтому так у нас в этом плане дружны Вот спорт и музыка, это все-таки такие стихии Несопряженные Ну почему? Как раз спорт и музыка очень сопряжены между собой Тоже драйв такой Тоже определенное И настроение И целеустремленность И, кстати Вот детей Обучение детей именно Двум этим направлениям Ну, кроме того, что еще школьные дисциплины есть Ну, на мой взгляд, очень важно Именно для развития Ребенка И для того, чтобы он имел и кругозор пошире И здоровье получше Понятно И я уверен, что Именно такое сопряжение Одно с другом Позволит добиться хороших результатов Результатов, в том числе И в жизни Ну, сыновья занимаются музыкой Наверное, все-таки потому, что У них мама музыкант Ну, потому что папа выбрал Маму музыкант Да нет, на самом деле Мама, конечно Предпринимает максимум усилий Здесь Опять же Как это понятно Часто очень дети Отлынивают от занятий Их приходится Принуждать Ну, на мой взгляд Все с этим сталкивались И я очень благодарен Своей жене Что она вот Уделяет столько времени Семье Детям И все-таки Они добиваются результата А вот считается, что Если ребенок Очень много занимается музыкой У него соответствующая доля Мозга развивается То есть он становится Очень творческим Ну, по-старшему Могу сто процентов сказать Он человек у нас Очень творческий Хотя и средний Из них ведь не вырастают Как правило Бизнесмены И вообще деловые люди И в том числе и чиновники Нет? Нет Это я могу сказать С уверенностью Что бизнесмены вырастают Сто процентов Опять же Это У нас есть очень много примеров В том числе и в нашем окружении А что касается чиновников Ну, как вам сказать Есть люди Которые закончили консерваторию Которые стали чиновниками Достаточно высокого уровня Вы употребили Словосочетание В нашем окружении А что это за окружение? Ну, у нас Естественно Достаточно Большие То есть Много знакомых Кто в том числе И бизнесом занимается Ну, сейчас Я думаю Это Вполне естественно И Для Вот Например Те знакомые Которые По линии жены Которые Были раньше музыкантами И которые стали бизнесменами Ну, на мой взгляд Они подтверждают тот факт Что Ничего Никаких исключений нет То есть Есть Музыканты Которые стали В свое время По этой же линии Даже По линии музыкантов Стали бизнесменами Занимаются Антропереденством Поддержкой Музыкантов Ну и Соответственно Зарабатывают На этом деньги А друзья Так по-хорошему По-дружески Злоупотребляют Положением Все-таки Вы министр У вас Соответственно Коллеги министры Иногда можно С кем-то познакомиться Сложно У меня никогда Не бывает Времени На друзей В том числе Все время Такая напряженка Конечно Кто-то Там С просьбами Обращается Кто-то Там Предлагает Знакомство Ну Поверьте Достаточно Сложно Все-таки Даже Вот когда Друзья Обращаются Иногда Хочется Помочь Но Есть Более Важные Задачи Наверное Они Мне Надеюсь Извинят Вас призвали На срочную Когда вы были Студентом Потому что Это был тот Период Когда Забирали Да Даже Забирали Да Я так понимаю Да Да Обидно Было Ну Если Честно Сказать Когда Уходил До Последнего Дня Не Верилось Что Все-таки Придется Служить Реально Было Некоторым Шоком Таким С какого Курса Это Был Второй Курс Ну По Второго Курса А Где Срочно Служили Начинал В Софрино То есть Родной Подмосковью Начинал В Софрино Да А потом Служил Уже Подтулой А вот Я понимаю Что Даже старшему Еще 5 лет До призывного Возраста Но Думаете Думаете Вообще Об этом Или Сейчас Пока Я Периодически Задумываюсь Жена Конечно Все время На это Реагирует Не Позитивно Вот Но Периодически Я им Ставлю Вот Как Пример Ребята Придется Служить Поэтому Готовьтесь Периодически Сейчас же Есть военные Кафедры Вы знаете Лучше Ориенти В отличие От того Как было У меня Я как раз Не ориентировался Что надо Будет служить Но все равно Он попал На срочную И честно Сказать Не жалею Я их Лучше буду Ориентировать Что Придется И родине Послужить И соответственно Пусть лучше Занимаются Тренируются Воспитывают Дух Так что Это правильно А если Где-то В институте Где-то На кафедре Военной Будут Отрабатывать Этот долг Ну что Это уж Как получится А учеба За границей Не рассматривается Потому что Вы Федеральный чиновник Министр Или Эта опция Допустима Ну Вы знаете Вот И сейчас Сказать Не задумывался Еще Над этим Потому что Ну Есть И здесь Хорошее Учебное Заведение Где Неплохо Преподают Начальные Какие-то Базовые Знания Поэтому Ну В ближайшее время Мы как-то Не рассматривали И с женой Не разговаривали На счет того Что вот даже Старшего Казалось бы Еще 13 лет Старшего Куда-то Направить Учиться Ну И Мы считаем Что в любом случае Потом Учитывая Что надо будет Прикладывать Свои усилия Здесь В стране Надо ориентироваться На Местное На образование Которое у нас Здесь Существует Другой стороны На мой взгляд Не надо Сужать Свои образования Исключительно Школьной программой То есть Слава богу У нас хватает Еще Достаточно Много Других предметов Много предметов Которые Можно изучить И изучать И Мы Ребятам Даем Возможность И Немножко В искусство Погрузиться Не только музыкальное Я знаю Вы театрал Я часто Раньше был Раньше Вы Часто Видят Вам это тоже Рассказываю Но это не часто Это мы просто Слава богу Вырвались Сходили И то это было На выходных Ну В выходных Это были Я не ошибаюсь Ну не важно Да Одни из Вот этих Промежутков Когда никто Не работал Когда можно Вот с полным Основанием Когда уже Все свое Закончил Сходить И полностью Погрузиться В театральный мир На мой взгляд Ну когда-то До министерства Мы с женой Ну Наверное В месяц Несколько раз Обязательно Ходили На Фоменко Там В Линком Ну в общем На самом деле Очень много Театров Куда с удовольствием Еще раз Ходил бы И ходил бы А ваши родители Гордятся вами? Ну наверное Да Единственное Я их никогда Об этом не спрашивал Мама все время Требует Что вот Есть раз Проблема Два Проблема Она уже В Подмосковье Она постоянно Не сообщает Нет Она в железнодорожном Постоянно сообщает Какие у нас там Проблемы есть Ну вот Иногда приходится Даже в Рабе Обращаться По вашему ведомству По экологии Естественно Естественно Хотя периодически Она Сколько раз Я не говорил Что есть полномочия Есть ведомство Вот этим занимается Этим Этим занимается Но она мне все равно Ставит задачу И периодически Ну скажем так Приходится подключаться Вы знаете Существует такая установка Что мы Вообще говоря Не европейцы Мы Поскольку язык Определяет менталитет Мы очень восточные И мы никогда не будем Вот класть Там пластик В мусоросборник Для пластика Ну это Это не совсем так В Европе В Ипонии Вот у меня Ваша точка зрения Как человека Который номер один Знаток В этой спине Скажем Ну просто по определению По статусу Скорее не знаток Потому что вы говорите Что будут Скорее вот Можно ли ожидать От людей Вот можно Ну на мой взгляд Да На мой взгляд Да Вопрос в мотивациях И Примеров Уже сейчас Есть Много Достаточно Когда люди Понимая Что Ну раздельный сбор Это не просто Там Дань моды Да Там Какое-то Временное явление А это вот Необходимость Не Вплоть того Что дома Начинают Сортировать Собирать Нам Очень важно Построить Инфраструктуру Чтобы такая Возможность Была Ну что Ну Периодически Мы слышим Все эти истории Когда есть Четыре Мусорных Контейнер Да Куда Выбрасывается Раздельно Выбрасывается Бытовые Отходы А потом Приезжает Машина Все вываливается В один В один Кунг И все Вывозится И Захоранивается По второй части Беседы Мы поговорим Как раз Об экологии О профессиональных Темах Да Итак Об экологии Правильно ли я понимаю Что мы В этом отношении Достаточно сильно Отстаем От Европы Я имею ввиду Культуру Вот Не организацию Всех этих вещей А вообще Наши отношения Наши я имею ввиду Не наши с вами А наши Как вот Народы Ну Во-первых Начнем Хотелось бы сказать Что Европа тоже Неоднородна Есть страны Где К экологии Относится Как Ну Принципу Который принят В Европейском Союзе Но Особо не Вкладывается В это направление Есть страны Кто В своей политике Экологию Ставит на первое место Например Ну Та же Германия Мы Вот кстати В 2014 году Когда принимали закон О наилучших Доступных технологиях Мы рассматривали Опыт Германии Даже приглашали И я встречался С министром Когда он В общей Делегации Приезжал С руководством Ну С руководством Германии И мы обсуждали Как раз Опыт Их опыт Каким образом Они Принимали Законодательство Как Они Внедряли Принцип Модернизации Производства На базе Наилучших Доступных Экологически Чистых Технологиях Какие проблемы Там существовали Сложности Как раз Они Предрекли Нам Что И тогда Было понятно Что это будет Очень сложно Реально Бизнес Конечно Не очень Приветствовал На тот момент Изменения В закон Те требования Которые мы Пытались прописывать Но они Сразу сказали Что у нас Та же самая история Была Только намного раньше Но в конце концов Бизнес Пришел к выводу Что это необходимо Это нужно И они Извините Вы здесь себя перебиваете То есть как это он вдруг пришел К такому выводу Вы знаете Ну во первых Без всякого понуждения Просто Просветление наступило Когда принято законодательство И в законодательстве Есть как говорится И кнут и пряник Да То в любом случае Приходится Выполнять те нормы Которые в законе прописаны С другой стороны Кто-то начинает Искать для себя поблажки Выходы из этой ситуации Но по мере того Как внедряется принцип Я вот все Возвращаюсь к НДТ По мере того Как это все В бизнесе Начинает действовать Конечно Появляются уже Здравые Как я их называю Течения Здравые Бизнесмены Которые понимают Что Это нужно Этому нужно Не сопротивляться А это нужно Возглавить И сделать Свой бизнес На том Чтобы Делать Зарабатывать Деньги На чистых технологиях Не Делая Свой бизнес Конкурентно способным Или Конкурентным За счет того Что у тебя Наилучшие Самые последние Технологии И Соответственно Нет Ни загрязнения Окружающей среды Нет Каких-то Загрязняющих Продуктов Которые выходят В рамках Того производства Которым вы владеете И Могу сказать Что у нас Примерно Та же самая Ситуация Вот И как я уже говорил В 2014 году Принимая закон Мы Ну Достаточно Серьезное сопротивление Преодолели И После этого Еще и продолжаются И сигналы И голоса Которые говорят Давайте отложим Давайте С модернизацией Сейчас Не очень Так сказать Вовремя И Давайте это там За 20-й За 25-й год И так далее И тому подобное Но Сразу могу Предупредить Вот эти Голоса Эти высказывания Что Вообще На самом деле Мы специально В законе Заложили Хороший разбег Для Для всех Предприятий Которые необходимо Модернизировать Чтобы они Перестали быть Загрязнителями У нас До 19-го Года Идет Подгодовительная Работа С 19-го По 22-й Год Необходимо Будет Разработать Планы Только Планы Получать Экологические Разрешения На базе Тех планов Которые Предприятие Разработает А уже После 22-го Года Уже Масштабная Модернизация Должна быть С другой стороны Что вот эти Планы Они в законе Отфиксированы Но есть Ряд предприятий Которые понимают Чтобы Не попасть В кучу А по-другому Это не назовешь Когда все Начнут Модернизироваться Где-то Надо покупать Оборудование Нужно Всем бежать Все получают Все эти Разрешения Понятно Что это Всем сложно И некоторые Начинают Это заранее Делать Понимая Опять же Подоплеку Которая Я в самом Начале Сейчас говорил Что это Возможность Перейти на Более конкурентный Уровень В своем Бизнесе Они начинают Сейчас уже Переходить Есть БЦБК Которые Внедряют Производство Есть Металлурги Которые тоже Наилучшие Технологии Используют При модернизации Есть много Предприятий Кто Уже Начинает Это внедрять Это раз Два У меня уже Обращаются Коллеги Из бизнеса Которые говорят Давайте мы Кроме Тех изменений Которые Необходимо Делать Подзаконных Актах Реализуя Вот этот Самый Закон По НДТ Давайте мы И другие Законы Начнем Менять Чтобы у нас Среда Для модернизации Стала благоприятной То есть Они понимают Что нужно Не тормозить Этот процесс А наоборот Его сделать Правильным Удобным И чтобы Все хорошо понимают Что нужно Модернизироваться Вопрос Как сделать так Чтобы это было И мотивировано И с наименьшими Затратами И с лучшим Качеством И вот На мой взгляд Необходимо Как раз Эту тенденцию И дальше Продвигать И возвращаясь Уже К нашим Европейским Коллегам Они как раз Это и предвещали Что сначала Будет сопротивление А потом Предприятия Начнут И бизнес Начнут понимать Что это Как раз Очень хорошее Направление Для того Чтобы сделать Бизнес Эффективным Вот как Закон Во-первых Как его Официальное Полное название И во-вторых Он принят Именно в том Виде В котором Лично Вам хотелось Бы Или там Были Такие Корректировки Компромиссы Компромиссы Которые Ну Конечно Не без этого Не без этого Где-то Мы жестче Хотели Условия Создать Но Основные Принципы Мы Удалось Реализовать Мы разделили Предприятие На группы Четыре группы В зависимости От того Насколько Тольное Предприятие Загрязняет По каждому По каждой Группе Своё Регулирование Нормирование Нормирование Экологическое Нормирование Плюс ко всему Мы Ввели Нормы Связанные С тем Что мы Все разрешения По экологическому Направлению Объединили В одно То есть Единый Фактически Единый Документ Который Позволит Не бегать По всем Кабинетам А фактически Единое окно Такое сделали То есть Можно будет Экологическое Разрешение Получить И в нем Несколько Типов Разрешений Сразу Погружается Ну и Плюс ко всему Экономические Механизмы Которые Можно Использовать При В случае Если Технологии Вот это Разделение Разделение На четыре Категории Это Было Позаимствовано Это Прямая Калька С Какого Нибудь Западного Законодательства С Какой Нормы Которые Уже Приняты Или это Наша Собственная Разработка Ну Еще раз Я хочу Сказать Что мы Естественно И Рассматривали Опыт Нескольких Стран В первую очередь Той же Германии Мы Общались Со специалистами Уэссер Которые Тоже Нас Консультировали Когда мы Готовили Закон Плюс ко всему Именно в этом Зале Мы Вот Перед Как Принимали Перед тем Как принимали Закон И в двенадцатом И в тринадцатом Году Я проводил Там Десятки Совещаний С экспертами И экспертами С ТПП От бизнеса Вот Вырабатывая Какие-то Компромиссные Варианты Решения В том числе Ну Там были По тому Где считать На каких Площадках Считать Там Производственных И Экологические Так сказать Нагрузки Все эти Ну Не буду Сейчас Рассказывать Все эти Подробности На самом деле Копий Поломали Очень много Вот реально И честно сказать До последнего Момента Наверное Было Сложно Сказать Что вот Сейчас вышли На финишную Прямую Потому что Сопротивление Было Серьезным Вот Я И до Этого Говорил И сейчас Вспоминая Как это Все Происходило Но Поддержка Была Администрации Президентства Сам Владимир Владимирович Тоже Нам На одной Из моих встреч Сказал Что он Поддержит И Этот закон Путин Занимается Вот этими Вопросами Да Конечно Нет Ну Это Это Реально Был Это Реально Масштабный Закон Который Призван Как раз Модернизировать Огромное Количество Предприятий Огромную Экономическую Скажем так Сторону Нашей жизни И Экологическую И Конечно Без Такого Прямого Участия Президента Это было Достаточно Сложно Вот Вы знаете Ведь Помимо Тех Проблем Которыми Ваши Ведомства Занимается И вы То есть Таких Стратегических И В государственном Масштабе Существует Ведь Еще Экология Условно Горя Такая Ну Тоже Назвали Три Бытовая Потребительская Люди Там Гадит У себя В подъездах Там Бросают Бумажки Бросают Бумажки Да А вот Первое Это Скорее ЖКХ Нет Но В том Смысле Что Вот Сейчас Когда Началось Великое Переселение Народов Иммиграционные Процессы И в Европе У нас Очень много В Москве Сейчас Коренных Москвичей Уже Не так Много Они Не составляют Большинство Знаете Десять лет Назад Наверное Тоже Была Такая Ситуация И Двадцать лет Назад Ну Вот Отношения Ведь Все-таки Когда Это Твое Родное Место Это Одно Другое Дело Когда Ты Это Рассматриваешь Как Какой-то Перевалочный Пункт Ты По-другому Отношишься Согласен Вы Об этом Думаете Или Это Совершенно Не Ваша Сфера Вернувства Здесь Даже В плане Какого-то Ну То Что Назвается Пиаром Ничего Нельзя Сделать Ну Наверное Мы В любом Случай Рассматриваем Когда Мы Вырабатываем В том числе Экологические Решения Мы В первую очередь Ориентируемся На обывателя Что ли На людей Которые Живут В разных Городах И Они Находятся В разных Условиях И В том числе Они могут Быть В том или ином Городе Только временно Но Это Вполне Естественно Потому что Если мы Будем Ориентироваться Исключительно На коренных Жителей Городов Ну Наверное Это будет Не совсем Правильно И Законы И В том числе И решения Они должны Быть Системными И В том числе Включать в себя Все категории Населения И богатых И бедных И Без этого Наверное Не обойтись Ну В том числе Мы Говорили С вами Про Раздельный Збор Мы Понимаем Что Создание Инфраструктуры Необходимо Всем И Тем Кто Живет На постоянной Основе В том или ином Городе И В том числе Людям Которые Временно Сюда Приезжают И если И у тех И у других Не будет Инфраструктуры Куда Выбрасывать Раздельно Выбрасывать Мусор И не решаться Вот С другой стороны В ряде случаев Конечно Нужно Еще Кроме Системных Решений В законодательстве Еще Необходимо И Обращаться К Населению К людям С Ну С определенным Общественным Призывом Что ли Потому что Ну Занимаясь Мусором Занимаясь Защитой Леса Занимаясь Охраной Водных Объектов Мы понимаем Что без Общества В ряде случаев Реально Невозможно Предупредить Или Где-то Даже Отфиксировать Какие-то Нарушения Поэтому У нас Есть В ряде Случаев Инициативы Которые И не только У нас И рассматриваются Что Общественные Движения И Какие-то Группы Людей Они Участвуют И мы Это поддерживаем В Каких-то Экологических Акциях В том Что они Занимаются Конкретной Защитой Тех или иных Объектов Это Вполне Естественно Вы Консультировались С германскими Коллегами Не только Я говорю Не только С германскими Но с ними У нас Особое Общение Вот как вы Считаете Правда Или нет Что у нас Все-таки Немножко Другой Человеческий Материал Условно Гори Немцы Когда они Пойдут На пикник Они После себя Не оставят Столько Мусора Сколько Наши С вами Соотечественники Или Это такая Демонизация Нашего Национального Характера И не от Этого Зависит Я не Удяю Я спрашиваю Начнем с того Что Я не так много Общался с немцами Если только Вот в армии У вас же есть представление Как казахские немцы Ну так Это шутка Конечно Но Реально У меня У нас У всех Я думаю Впечатление Что вот немцы Это обязательно Чистота Порядок Ну так Привык придумать Да Это именно так Именно так И складывается Впечатление От жителей Германии Ну Начнем с того Что в студенческие годы Коллеги у нас Многие ездили В Германию Ну в ГДР И не всегда Сталкивались с порядком Начнем с этого В европейских странах Я бываю Вот по Я уже отвлекусь От немцев Да Конечно Вы говорили В том числе Об европейских странах В ряде стран В том числе Вот в Нармегии Когда я был А я там Возглавляю Межправкомиссию И до этого Я еще До того Как возглавляю Межправкомиссию Я занимался С норвегами Именно экологическими проектами И сейчас сказать Не везде У меня складывалось Впечатление Что они Активно занимаются Уборкой Отпиской Мусором И так далее Но в определенной степени Да В определенной степени Да С другой стороны Я бы наверное Тоже Не говорил Что у нас Массово Все занимаются Таким Как сказать Захламлением Что ли Вандализмом Да Вот как Вы сказали У нас есть Конечно Всякие примеры Но опять же Возвращаясь К теме Если создавать условия То вот подобных Ситуаций В том числе Захламление берегов Там лесов Пожаров То есть Разведение костров И соответственно Так сказать Бесконтрольное Разведение костров Этого не будет Если не будет Создаваться Необходимые условия Инфраструктура Опять же Вот возвращаясь к теме Да Вот мы сейчас Много говорим О Байкале Там где-то На мой взгляд И Там переоценка Даже не то что Переоценка Превлечение происходит Да То есть Превлечение Масштабов проблемы Масштабов проблемы В том числе Хотя Если честно Сказать При той Нагрузке Я имею ввиду При том количестве Людей Которые стали Сейчас посещать Байкал И вот Все Прибайкальские Территории Конечно Здесь Необходимо Выстраивать Для этого Инфраструктуру Поэтому у нас Получается так Что В ряде случаев И берега Захламлены Потому что Нету Мест Куда можно было бы Выбросить Мусор Там На много Километров Это отсутствует Нужно Эту инфраструктуру Выстраивать Перерабатывающие Какие-то Предприятия Должны быть Тоже То есть Чтобы Все это Экономически Было И рентабельно И чтобы Естественно Это могло Работать При такой Антропогенной Нагрузке При таком Количестве Туристов Которые посещают Байкал Ну и так далее То есть Необходима Инфраструктура Чтобы Можно было бы Констатировать О том Что Человек Даже При наличии Мусорного Какого-то Бака Он кидает Все равно Мимо Да И вот Вы говорите Что Люди Которые Там Населяют Они Ведут себя Как вандалы Ну Реально В ряде Случаев У нас Не хватает Этой Инфраструктуры Хотя На мой взгляд И конечно Нужно усиливать В том числе Экологическую Культуру Без этого Не обойдешься И В принципе Это Принятая практика Во всем мире Что для того Чтобы добиться Каких-то результатов Нужно начинать С низов Я имею в виду С начальных Лет С начальных Классов С образования Ну и так далее Не только вот Со школы Но может быть И с детского сада И у нас кстати В министерстве Есть даже Такое движение И колята Как раз Мы этим Начинаем Сейчас заниматься И я думаю Это правильно Что ж Я желаю Что мы И мы И вы И все мы вместе Мимо никогда Ничего не бросали Да Это точно Успехов вам Ну было все Конечно Комфортно Единственное Наверное Где-то неожиданно Потому что Такого интервью Я еще не давал Но С другой стороны Было приятно Пообщаться О семье И О моих Любимых темах Конечно Я ожидал Когда мы начнем Говорить О моих Профессиональных Темах Обязанностях Ну Это произошло Ну На самом деле Для меня Было неожиданно Говорить о семье То есть Те вопросы Которые мы В самом начале Обсуждали Но с другой стороны Это было Достаточно приятно Именно Поговорить о своих близких О семье О родителях О сестре И о всех тех Людях Которые меня Сейчас окружают Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова